Девчонки, всем привет! Я сегодня начинаю снимать новый влог. Сегодня у нас 10 августа, среда, и сейчас у нас начало 11 утра. Мы с Богданом будем ехать в зоопарк. Я, как и обещала, поснимаю видео, как мы там провели время. Заранее хочу предупредить, у меня не очень хорошее настроение. Точнее, у меня сейчас постоянно какое-то немного плохое настроение, потому что в последнее время мы очень сильно поругались с Богданом. Мы с ним ругались часто, и в конечном итоге мы очень сильно поругались. В общем, у нас такая напряженная обстановка в семье. Если вкратце, в подробностях не буду рассказывать, то у Богдана начался такой период, когда у него смешанная детская дурь с подростковыми замашками. То есть уже идет такое наслоение, и это такое взрывоопасное вещество, которое просто уже доводит меня до какого-то, я не знаю, состояния нестабильного весьма. По сути, я сейчас не должна была с ним и ехать в зоопарк после ссоры. Но дело в том, что мы давно планировали, давно собирались, и я хочу, во-первых, поехать в зоопарк. И сегодня такой день, когда пасмурно, но не обещают дождь. Целый день пасмурно и не жарко, но не обещают дождь. И нужно воспользоваться обязательно, потому что, я не знаю, когда будет такая погода снова. Обычно либо очень жарко, либо если прохладно, то в этот день идут дожди. Это тоже неудобно. Хотелось бы спокойно провести время в зоопарке. Поэтому будем ехать сегодня. Сейчас заранее по дороге предупрежу Богдана, что никакие споры сегодня, пререкания недопустимы. Я думала так, либо подростковый возраст, либо детские всякие приколы. Как-то дурачество всякое. Но что оно одно на другое наслаивается в начале, это как-то в мои планы не входило. Ладно, я уже собралась. Мы оделись, собрались. Возьму еду с собой, чай, печенье, бутерброды с сыром и будем выезжать. Единственное, что, во-первых, когда воздушная тревога, метро не работает через мост. Я надеюсь, сейчас не начнется никакая воздушная тревога. Это раз. А два. Вчера были взрывы в Крыму. И это такое резонансное событие. Надеюсь, тут у нас не будет никакая ответка. И у нас не будет взрывов, например, у меня не будет в зоопарке. Или поблизости. Ладно. В общем, такие дела. Все, будем выезжать и берем вас с собой. Мы уже вышли из метро. Сейчас идем в сторону зоопарка через парк. Перед походом в зоопарк мы сейчас, кстати, зайдем в одну аптеку. Нужно купить лекарство Богдану от аллергии. Ну, точнее, не именно таблетки там какие-то типа цитрин. А вот у меня даже есть такой баллончик. Ой, баллончик. Коробочка. Это типа концентрат аллергенов, который мы принимаем на протяжении, ну, постоянно. То есть, там раз в месяц нужно принять две таблетки. И закончилось это драже номер 4. Это от амброзия, полынь, лобода и подсолнечник. И тут, кстати, недалеко от зоопарка есть аптека. Ну, не специальная, а в общем аптека. Там такое драже. И эта аптека находится в медицинском учреждении. Там, по-моему, в лор-институте или что-то такое. Вот. И нам нужно в эту аптеку купить эти драже. Вот, видите, мы идем через парк. Здесь такой красивый старинный парк. Вот, видите, пока мы не перешли уже через проспект. Покажу вам парк. Вот такой здесь красивый у нас старый парк с большими такими деревьями. Покажу вам сейчас после реставрации. Здесь поставили такого большого жирафа. Вот, сходили в аптеку, купили. Здесь 15 драже. Надо принимать 2 драже раз в месяц. Это если, ну, курс, который продолжается. А при вступлении в курс там выдается такая большая упаковка на 5 таких коробочек. Там в каждой коробочке драже с разным количеством аллергена. И там целая схема по введению в курс. А здесь потом уже принимаешь как бы на протяжении 3 или 5 лет такие вот драже. Это для осенних трав. А для весенних там другая история. Потому что нет у этой фирмы для весенних трав. Такая баночка стоит 900 гривен. Погода, девчонки, сегодня просто кайф. Как раз для посещения зоопарка. Мне жарко. Хоть целый день гуляй вообще без проблем. Свежо, ветра нет. Ну, по крайней мере, здесь. Класс. Ага, смотрите, какие хорошенькие. И голуби. Сейчас голуби раздавят случайно. И там еще третий. Сейчас голуби раздавят. Видишь, голубь там ходит. Кушают. И голубь тоже смели. Смотри, бизон пошел за голубью. Конь Пржевальского. Не жарко, никто не прячется. Все тут рядышком ходят, кушают. Мишка. На обороны ходят. Понес рыбу. Видишь, поцарапал. Да, нет, это разбивка. Это на с той стороны. Есть. Да. Ну, не есть рыбка. Да, там она бьет. Ну, конечно. Ну, конечно. И такой хороший вольер. Что пока? Раздирает до хрустей. Тут три. Три верблюда. Три верблюда. Так смешно сидит. Турист. Селси. Ага. А тут рыба, да? Правда? Не знаю. Куплю он берет. Щось есть. И мокрый. Видишь? Ага. Мирял. Что там? Рыба. Смешно-то кисть сидит. Ага. Усився. Верхом на полі. А второй посмотрите, что делал. А другой тягне какие-то гілки. Он 10 съел. Второй. Пошел. О, цей уже наївся. О, сейчас будет, может, купаться. Будет. И купаться будет. А нет. Диви, диви. Самый. Пошел. Пришел. Это какие-то косули. Нет, у девчаток нема роги. Гарненький. Маленький як. Маленький. Відпочивай. А там? Шотландская высокогірная худоба. В 8 месяцев. Ага. И в Гарнюне. Хорошенький. 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 Маленький. 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 О, он 50. 50. 50? 50. 50. 50. Сейчас он тебе волосы посмокчет. А он думает, что у тебя какая-то еда. Овечки. Это все сельско-господарские тваринки. Овечки, козочки. Да нет, маленькая козинятка. У них так много. Ага. Час обеду. Ты ж пиди других погодуй, бо це уже не ївся. Что за пальчик укусил? Он, видишь, прогнав. Сейчас ты будешь очень популярным. Среди пози. Ажиатаж. Ага. 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 Спасибо. Это смех просто. Я что не могу. Я не могу, это просто тут. Да слушай, не помещается у тебя. Мы только что пообедали, но Богдан опять сюда прибежал. Он тут прям как в своей тарелке. А еще мы нашли. Сейчас, подожди. Мы нашли здесь внутрь. Он там беленькая кушает, коричневая. Гуси там разные. Где Богдан? Не знаю, где Богдан. Ой, смотри, чтобы не вкусить. Ты что там делаешь? Боже, смотри, оно может вкусить. Обережно, потому что оно может вкусить. Это морская свинка. Господи, что оно такое маленькое? Морские свинки. А это морские свинки. Да, кролик. А это морские свинки. Да, кролик. Морские свинки. Морские свинки. Друзья, это морские свинки. Ага. Ти гарненький, но брудненький. Он хорошенький. А че он, как очки погано открывает? Погано открывает. У него что-то с очами. Смотри, там маленький козиняток. Он маленький за все. Просто он еще слепковатый. Как говорится, коза деревянная. Ребенок. Он погано видит. А там маленькая козинятка. Они там будут. Ой, а там совсем маленький был. Смотри, какой теля. Это не теля, а козинятка. Ой, какой маленький. Хочется взять такие. Это такой маленький козинятка, кто только родился. И мамы их тут. Это совсем маленький. Капюбару я не могу не снять. Капюбара – это наша любимая тварина. Она спит. Она аж око открыла. И закрыла снова. Капюбара – это такой вольерчик. Как я сделал, закрутил. Понятно. Мы морозовое купили. Лимонное и манголое. Так, тут зелено. Гарно. Она уже серпень. И має бути там жовтим все-таки. А тут у зоопарку дуже гарно. Зелень така свіжа. В вольерах так гарно. Бачите? Поливают, мабуть. Тут какие-то кисочки размером с кишкой. Маленькие такие. Такие маленькие. Он еще и где? А вон их ребеночек. Такие маленькие-маленькие. Тоже вольер очень красивый и ухоженный. Мы тут нашли жирафа. Прикольный. Большой. Там еще один. Вон вдалеке. Ого, такие огромные. Ну да. Смотри. Увидел нас. Угу. Идем. Угу. Сейчас. Ого. Смотрим. Что вы делаете? Угу. Угу. Не-не-не. Это не на сурокце. Я просто за углом показалась. Это кто-то другой. Но тут нет вывесок. Греется. Не знаю, может быть. Видишь, они под ним сидят? Да. Это павильон пустели. Это ящерка, да? Какаясь ящерка, да. Ух-ху. 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 Да, австралийский ворон, а она вылезла, она с попой, а тут змейка, это миша, ой, миша, да-да-да, миши там сидят, голчастая египетская миша. Вон з цього закритого павільйону є вихід сюди, тут їдять теж черепашки, вони вийшли сюди на літній вольєр. Там бегемот, а вон слоник, вон позаду. У слона в этом году наконец-то отремонтирован новый вольєр, он теперь на улице, у него здесь полностью новый реконструированный вольєр с такой прям какой-то инсталляцией на пустынную тему. В прошлом году здесь был ремонт, здесь все было перекрыто, в общем ремонт, и слон был в закрытом вольєре, там вот в здании, там закрытый вольєр, такой маленький. У слона было жалко, он там сидел, там было мало места, а выйти он не мог, потому что ремонт был. А в этом году, вот у него здесь такое новое отремонтированное вольєр, и он может быть и на свежем воздухе, и внутри, и вода у него тут есть. Слону, конечно, тут тоже тесно в этом вольєре, эти движения со стороны в сторону, это из-за того, что животное ограничено в пространстве. Такой вольєр, он намного лучше, чем закрытый вольєр, в котором он сидел в прошлом году. Ну, он достаточно-таки большой, этот вольєр, конечно, но, конечно, в природе дикой, у слона намного больше места, поэтому он зависает и шатается. Это у них такое компульсивное расстройство от ограниченного места. Это не смертельно, это и у многих так, у медведей часто наблюдается. А у животных, которые в неволе, ходит слон, жалко, что далеко от нас. Интересно, как он купается. Заходит туда, можно набрати хоботом воду и на себе вылить зебры. И там какие-то антилопы. Антилопы. А вот откуда антилопы, большие попы, потому что они к нам попами стоят. Рыжая антилопа с ребеночком, серая антилопа. Ага. Семья антилоп. Вольєр тигра, он там спит. Так как не жарко, он отдыхает не у себя там в укрытии. Вот он вблизи, красавчик спит. Встав красавчик. Красавчик красивый. Гарный, пошел попить. Ему проводичку нагадали. Водичку нагадали, точно. Прямо как наша кишка. Такие красивые. Ага. Гарно, когда не жарко. Вси ходят нормально, не ховаются. А когда дождь, они там прячутся? Або может быть дождь, або там могут сиховаться. Все, я в стуковном читала. Да, да. В них вольєрі багато тут всього. Это кого? Мясо. Прилавок. Мясный рынок. Пішов, пішов. Да, и пішов. Гиена. Смугаста гиена. Да. Високо забралась. Аж на саму горку. И спить. Да. Водопад. Там набирается вода, а потом стекает. Теж красивый вольєр. Сколько времени жизни. Скажи, горки, различные. Ростов, деревья. Вода. Угу. Обиделась. О, это как Нилечка обтирает углы. Класс. Угу. Тепленькое серое, ладно? Угу. Угу. Двюсь в парочку. Угу. Водичку потрогала тоже попить. Угу. Ухлоко. Ухлоко. А тот смотришь, что ты делаешь. Угу. 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 Пьет водичкой, видишь, Нисушек пьет водичкой. А пьет, выгребает. Прикинь, если бы наша Нилька такое делала. Выгребала воду на кухне из поилки. Такой думает, может и мне пойти погрести. Давно уже бегает. Не ходится. Хорошо, что наша кошка такого не делает. Там уже вода закончилась. Там две львицы. Одна, посмотри, страдает. Одна никак не успокоится. Да, он тоже на самый верх выдерлись. Та еще придет. Постамент там у них такой. Лежанка. Когтиточка. Вот лежат. Красавчики. Бодиобережно. Сидит мышу, держит в клюве. Покажи мышу. Отвернул мышу. Мышу сидит, держит. Зацените цвет птиц. Какие-то как маркер оранжевый. Катя. Давай он так крутится. О, вот так крутится. Катя. Крутится. Катя. 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 Поругались. Прибежал. У меня же документы. Пупа. Барон. Да, давай. Можете король обезьянки? Наверное. Из зоопарка мы перемещаемся на такую гастрономическую картинку. В зоопарке я так доснималась, что у меня аж закончилась память на телефоне. Поэтому я приехала домой, выгрузила все файлы на компьютер сегодняшний. И теперь снимаю опять для вас видео. Сейчас уже полседьмого вечера. Мы были в зоопарке аж до полпятого. Потом приехали домой и Богдан пошел на борьбу. Перекусил и пошел на борьбу. А я буду сейчас ужинать. Я так проголодалась. В зоопарке мы перекусывали. В первой половине дня бутербродами. А я себе сделала картошку. Картофельное пюре здесь. Это ребра, которые я тушила. Обжаривала и тушила вчера. Свиные ребра. И салат. Справедливости ради, этот салат не весь мой. Здесь только сейчас часть. Я себя отделю. И заправлю сметаной. Здесь огурцы, помидоры и лук красный. И буду ужинать. И буду уже с вами прощаться. Потому что сегодня уже ничего интересного, думаю, не будет. Так что такие дела. Всем огромное спасибо, кто провел день с нами. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok